Здравствуйте, меня зовут Иван, я работаю в компании Holtz и занимаюсь дверьми. Мы продолжаем серию роликов, в которых помогаем вам сделать ваш выбор простым, быстрым, а самое главное правильным. В наши дни найти нужную информацию не проблема, но для того, чтобы в ней разобраться, нужно потратить много времени, которого всегда не хватает. В этом ролике я расскажу вам, как подобрать межкомнатные двери под ваш интерьер и чтобы это был идеальный вариант соотношения цена-качество. Итак, освоиваясь на своем 5-летнем опыте, могу точно сказать, для того, чтобы решить задачу выбора межкомнатных дверей, нужно учесть 4 основных фактора, стили цвет, размеры дверного проема, цена и сроки изготовления. Это своего рода фильтры, которые правильно сужают выбор и помогают остановиться на том, что вам нужно. Недостаточно, чтобы двери просто понравились по внешнему виду. Они должны органично вписаться в ваш интерьер, поэтому изначально нужно определиться со стилем и цветом двери. Существует рест нынных стиля межкомнатных дверей. Классический, хай-тек и модерн. Все остальное это разновидности этих стилей. Несмотря ни на что, классический стиль остается популярным среди покупателей. Ему свойственны изогнутые элементы, фрезеровка в виде полукруга или арки. Также могут использоваться прямые формы в виде прямоугольников, накладные элементы. Если ваш интерьер выполнен в стиле минимализма, то есть в нем минимум мебели или каких-то элементов декора, вам подойдет стиль двери хай-тек. Это и есть современный дизайн двери. Ему свойственны гладкое однотонное полотно и прямые линии. Накладные элементы или узора отсутствуют. Также может присутствовать вертикальная или горизонтальная вставка стекла или алюминия. Модерн это что-то среднее между классическим и современным стилем. Здесь могут использоваться как прямые, так и плавные линии. Как простые геометрические формы, так и элементы неправильных форм. Часто применяют вставки из стекла. Цвет можно подобрать под элементы декора. Полы, стены, мебель. Либо же сыграть на контрасте. Могу сказать, что сейчас популярен белый цвет, так как он присутствует практически в любом интерьере и хорошо сочетается с другими оттенками. Второе, что нужно знать при выборе межкомнатных дверей, это точные размеры вашего дверного проема. Они нужны для того, чтобы купленная дверь подошла под дверной проем. Кроме того, зная размеры, вы получите точную стоимость покупки и сэкономите свое время, исключив из выбора те двери, которые физически не подойдут ваш проем. Вам нужно знать всего три цифры. Высоту, ширину проема, а также толщину стены. Вы можете снять эти размеры самостоятельно, либо же обратиться к услугам профессионального замерщика. Я рекомендую вам второй вариант. Поскольку в таком случае всю ответственность за выполнение заказа несет компания, услугами которой вы воспользовались. К тому же это стоит недорого или вообще бесплатно, как у нас. На стоимость межкомнатных дверей влияет много разных параметров, но хочу выделить основной. Это материал покрытия. Как правило, самые дешевые, это ламинированные межкомнатные двери. У них упрощенная конструкция в виде картонных сот внутри, недорогая искусственная пленка и простой внешний вид. Срок службы таких дверей крайне низкий, поэтому мы их не рекомендуем. И дверей такого типа нет в нашем ассортименте. К среднему ценовому сегменту можно отнести двери в пленке. Вместо картонных сот внутри используется древесина или МДФ. Покрываются такие двери пленкой, которая имитирует натуральный шпон. Они практичны в уходе, универсальны, отличаются многообразием рисунков и текстур, повышенные износостойкостью и влагоустойчивостью. Как правило, дороже стоят шпонированные, крашеные и стеклянные двери. Шпонированные двери – это двери, в изготовлении которых используют сосна и МДФ. Покрываются они натуральным шпоном из ценных пород древесины. За счет этого такие двери очень похожи внешне на деревянные двери из массива. Крашенные двери – главным их преимуществом является то, что их можно покрасить в любой цвет и создать неповторимый и оригинальный интерьер. Краска может наноситься на МДФ и тогда получится идеально ромная поверхность. В случае, когда она наносится на шпон или массив, на поверхности просматривается структура дерева. Стеклянные двери – сейчас этот тип стал применяться не только в офисах или других коммерческих помещениях, но и в квартирах. Есть масса вариантов дизайна таких дверей. Это может быть крашеное стекло, покрытое пленкой или стекло с рисунком, зеркало. Технически из стекла возможно выполнить конструкцию не только обычной двери, но и перегородку, разделяющую помещение. Ну а самыми дорогими являются двери из массива. При их производстве используют ценные породы древесины – дуб, орех, ясень, ольха, красное дерево и другие. Чаще всего из массива изготавливаются двери классического стиля. Преимущество таких дверей – это натуральность, экологичность, долговечность в использовании. Подытожим. Привязка стоимости к материалам несколько условно. Здесь многое зависит как от качества самого материала, так и от производителя. Например, двери в пленке в некоторых случаях могут быть дороже крашеных или шпанированных. Но в целом просматривается именно такая тенденция. Ну и последний параметр, который определяет выбор дверей – это их сроки изготовления. Если вам нужны двери на вчера, выбирайте модели из складской программы производителей. Подавляющее большинство межкомнатных дверей делается под заказ. При этом не забывайте, что в салонах в зале представлена лишь малая часть из ассортимента. Вы можете их выбирать и по каталогам. Вы также можете приобрести двери по индивидуальному заказу. Такие двери не представлены в ассортименте производителей. Они изготавливаются по визуализации или по вашему дизайн-проекту. Надеюсь, эта информация была для вас полезной и вы воспользуетесь моими советами. Ждем вас в наших магазинах, где всегда есть из чего выбрать. А выбор будет легким, простым и быстрым. Ставьте палец вверх, если вам понравилось наше видео и подписывайтесь на наш канал. Напишите в комментариях, с какими сложностями при эксплуатации межкомнатных дверей вы сталкивались. Мы ответим на них в следующих видео. До новых встреч!